Добрый день, уважаемые гости и жители нашей республики. На 23 августа всего зарегистрировано новых случаев, подтвержденных ПЦР-исследованием 140. Наибольшее количество, как обычно, это в городе Якутске 78 случаев. Кроме того, в Вилюйском, Мирнинском, Момском по 7, Мегино-Кангаласском, Сунтарском 6, Нерингринский, Чуровчинский 5 случаев, Нюрбинский 4, Алданский 3, Амгинский, Намский, Усялданский, Хангалаский по 2 случая, Верхневилюйский, Верхоянский, Меконский, Усимайский по 1 случаю. Всего за сутки 2103 исследования на коронавирусную инфекцию проведено в наших лабораториях или за весь период 1 миллион 325 тысяч тестов провели наши республиканские учреждения. Поступило всего на сегодняшнюю дату 381 995 доз вакцин, различных знаменований, значит, это эпивак и гамковид и спутник ВИ. Первую вакцинацию за весь период получили уже 305 870 человек, в том числе 58 859 человек-лиц старше 60 лет. Полную вакцинацию завершили 276 163 человека, в том числе 53 662 лица старше 60 лет. Использовано 89% общего объема вакцины, поступившей в республику. Сегодня коечный фонд составляет уже 1830 коек. Кроме того, на сегодняшний день мы планируем расширение коечной сети на территории города Якутска, и она составит практически 1000 коек. Количество госпитализированных лиц, к сожалению, не уменьшается. 30% всего населения, которые зафиксированы заболевания, поступают на больничную койку. Нас очень беспокоит, что большее количество с каждым днем у нас поступает детского населения. Сегодня мы курируем уже почти 1000 детей, которые находятся в наших стационарах, либо на амбулаторном лечении. Поэтому призываем также вакцинироваться, особенно круг, который приближен к лицам старше 60 лет, к беременным женщинам, к кормящим, у кого есть противопоказания, а также к детям, поскольку мы сегодня не можем их вакцинировать. Предварительно вакцина для детей будет выпущена в гражданский оборот, скорее всего, поздней осенью. Поэтому, конечно, нам необходимо, учитывая, что буквально через неделю начинается учебный процесс, мы запускаем детей в детские сады, поэтому надо оградить их и защитить от новой коронавирусной инфекции. Также хотела бы обратить ваше внимание, что у нас приближается эпид-ситуация по гриппу. В нашу республику ожидается поставка вакцин от гриппа, и мы планируем с начала учебного года, как и в прошлом году, провести акцию противогриппозной кампании именно в образовательных и дошкольных учреждениях для детей. Хотелось бы отметить, что увеличивается количество лиц, прибывающих из отпусков либо по территории нашей республики, либо за пределами нашей республики, поэтому призываем все-таки проводить меры самоограничительных мероприятий и две недели просидеть дома для того, чтобы защитить свою семью, ближайшее окружение, ну и коллектив, где вы работаете от возможного заражения. Всем здоровья!